так стоп-старт папиор продолжаем компанию да рахана так сказала всем привет ребят все там сейчас анонс силу вступит так это я чё-то не то надо в архив мне а это мы ачивки делали все понял поэтому это загрузилась сейчас в архив свалим а как мне сразу оттуда стартовать еще не понял так так чё захват погодите ка а я ничего получается не пропустил ли тут всякие разговоры наверное есть всякие да 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 вроде ничего не пропустил давайте погнали иерарх похоже я нашел способ спасти наш народ как и предвидел зератул наше спасение кроется в этом ключе поясни он был создан для того чтобы его нашли и собрали те кому суждено вознестись и стать зелна приведя их на ульнар он использовал бы запасенную энергию чтобы пробудить спящих зелна к ключ забирает и направляет что угодно эссенцию материю данные сознание для этого устройства все едино теперь я это понимаю именно так он очистил керрига да он извлек эссенцию сделавшую ее королевой клинков и с помощью полученной энергии призвал амуна из пустоты если я узнаю как управлять ключом мы используем его чтобы избавить кхалу от амуна и спасти наш народ зератул действительно подарил нам эту надежду продолжай работать каракс амун заплатит за все так михаэл ты зачем через звездный атлас не понял я говорим на фильм был прав иерарх я всего лишь клон твоего друга феникса дал дарим говорит правду я искусственное подобие подделка что ты обнаружил в архиве потом как погиб потом как был возрожден в виде дракуна и о том как затем снова погиб от рук королевы клинков я не феникс но во мне живут его воспоминания я должен все обдумать ты воин феникс считаешь ты себя моим старым другом или нет знай что я в тебя верю верю что ты поможешь мне разгромить армия амуна и спасти наш род ты должен быть стойким я постараюсь иерарх оп сетворк поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно на поминки зератулу спасибо большое все пока больше некуда феникс имбовый феникс круто реально остальное все нафиг так на мостик знали что он уничтожит тебя если ты так него веришь почему ты здесь я всего лишь озвучил неизбежно я знаю истинную мощь твоего врага я сказал что он уничтожит тебя не меня я узнал его достаточно чтобы понять что самонадеянность его погубит я вижу в тебе тот же недостаток ты мне определенно нравишься иерарх твоя храбрость достойна всяких похвал давай объединим наши силы вместе мы его одолеем я не могу связать свою судьбу с твоей в тебе нет той ненависти что пылает во мне ты не загибаешь от мысли что все во что ты верил оказалось ложью что твое единственное утешение уничтожить предателя ты так считаешь амун поработил моих собратьев и теперь превращает их в отвратительного гибрида моя ярость кипит ярче тысячи солнц и когда она вырвется наружу это ощутят все надеюсь присутствовать при этом событии миш вы какие гуси 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 так сейчас я кое-что хочу переделать вот так мы поступим так будет вообще круто мне кажется а ст поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно чек-чек-чек оп соточка чек-чек все сложилось не так как мы надеялись мы прибыли на ульнар чтобы пробудить зелнага и заручиться их помощью а вместо этого чуть не погибли от рук амуна боюсь смысл пророчества зератула ускользает от меня он был ближе к правде чем я думала зелнага действительно дремая здесь если бы они были в живых думаю они бы оказали нам помощь как считал зератул хотя бы в этом я ему поверила матриарх меня удивляют твои слова возможно на меня в чем-то повлияли твои аргументы что ж тогда я буду и дальше пытаться переубедить тебя в чем ты иерарх но не во всем так рахана ты должна перерезать свои нейронные узы я не могу позволить чтобы амун снова завладел тобой халла помогла нам в самый нелегкий час ее свет озарил наш рот и сплотил протосов мы рождаемся частью халы и сливаемся с ней в момент смерти ради этого стоит сражаться и теперь ему он использует ее против нас она поддерживает его существование мы должны с этим покончить артанис хала объединяет все наши мысли и эмоции я ощущаю яростный поток его мыслей и эмоций амун не осознает этого но внутри халы он уязвим поясни так же как он может заглянуть в меня я могу заглянуть в него мы можем использовать это в свою пользу иерарх но того не стоит дай мне немного времени так ну ладно дадим времени немного к нам присоединились сильные бойцы псионики тебе нужно сделать выбор так все штормовички у нас да смотрите-ка что у нас тут есть оказывается а он еще и с атакой нихрена он джастен фигасе и переманивать может атаковать друг друга заставлять еще и атаковать сам может короче берем красного шара конечно же мы так больше третьего грейда не пилоскоп и мортал 3 появился чуть-то не за золотым дождем всех полывают я не знаю есть смысл его ставить он на он это кастом кастует или пассивная способность пассивная кстати хорошо здесь дарков имбовых поставим первых ничего здесь поговорили поехали портал в пустоту запечатан но нас ждет куда большая угроза амун превращает наш народ в свое новое тело пока мы сражались на ульнаре он воспользовался всей мощью золотой арматы он использует наше оружие для истребления всего живого в секторе капру сейчас наших сил не хватит чтобы вступить в бой с великим флотом но иные слуги амуна сверебствуют по всему сектору ударим немедленно устраним его второстепенные силы честильщики созданы для войны если реактивируем их у нас появится и армия и возможность развить зерков амуна если они сразу не нападут на нас им неведомо что такое честь не тратьте время на ссоры ваша цель флот долдоримов лишь я могу остворить право молажа направления и починить себе его войска не забывайте про корпус медиуса говорят их штаб находится на секретной базе где создаются армии охренеть тут три по ходу выбора будет но мы не можем сражаться с ними не зная где их найти ворозу отправь темных тамплиеров обыскать сектор а ты каракс сосредоточь внимание на ключе от того что мы предпримем зависит судьба нашего народа нам выпало остановить всеобщее уничтожение попробуем да а типа выбирать куда лететь давайте посмотрим сил нога мертвы ульнар не принес нам спасения но все же мы обрели обещанную надежду если мы хотим выстоять в грядущей битве нам понадобится армия мы с фениксом считаем что стоит пробудить древних чистильщиков и воззвать к ним о помощи их использование издревле находится под запретом но я увидел фениксе потенциал на этот раз они нас не подведут я уверен здесь что у нас мы пошли на риск связавшись с алараком тассадар друг мой как бы ты поступил а ты сироту позволил бы мне это сделать но ответ не ваш если с помощью этого союза мы сокрушим армии амуна то он необходим ну что голосовал очку пилю ребят как обычно у нас для интереса так слэйн энди он только голосуйте все так как мне например неважно вот но чтобы быстро выяснить привет всем ребят так энди он сорок пятьдесят один процент слэйн тридцать девять за колоссов больше короче на двенадцать процентов короче двенадцать два человека давать еще пять секунд и погнали десять ну да суд не меняется людей все равно больше поехали колоссы я принял решение с которым многие не согласятся общаясь с фениксом я понял что программу чистильщиков можно возродить при должном подходе артанис они не управляем история это показала ими не надо управлять как я они обладают свободной полей у нас слишком мало матриц чтобы создать других подобных фениксу неужели ты правда хочешь это сделать первые чистильщики запечатаны внутри корабля киброс на орбите планеты эндион феникс показал нам что такие воины могут быть полезны конклав ошибся обращаясь с ними как с роботами они как с тамплиерами в стремлении контролировать их и они восстали против своих создателей а ты не восстала бы против рабовладельца я услышал вас и принял решение отправиться на эндион выступаем ну что поехали по ходу колосса будут колосс или ривер короче вариантом по ходу кто здесь живет кто стазисная сеть чистильщиков еще работает ее можно отключить только с поверхности планеты поехали отключать что ну это не керриго стая амуна у нас проблемы везде этот амун сраный так что ни с кем поговорить нельзя здесь от перворожденных сложно добиться долгу они какие не перворожденные зерги могут серьезно помешать деактивировать стазисную сеть и без них было бы непросто а теперь нам придется это сделать параллельно отбиваясь от атак стая амуна мы будем удерживать зергов чтобы ты смог закончить работу каракс ученые запечатали кибр с помощью устройства под названием мегалит оно является ключом к деактивации стазисного узла когда сеть будет отключена нам нужно будет сразу же активировать киброс или покинуть орбиту местная стая зергов слишком сильно я обеспечу прикрытие так ребят все я здесь сейчас всеми говорим сколько уже минут двадцать говорим что смогу провести чистильщиков сквозь тьму что ждет их помогу им принять но это и круто на самом деле смогу убедить их что к ним никогда больше не отнесутся поход за вот этого робота феникса предназначение брат с тех пор как я пробудился я испытывал смятение чувствовал себя потерянным не знал кто я и как я стал таким теперь мне снова все ясно у меня появилась новая цель достичь которой могу лишь я и это наполняет меня радостью с юмором туго такая задача была бы не под силу Джимми это там пока занесу тем не менее он бы обязательно за нее взялся я многое узнал из его воспоминаний через них я познал самого себя я феникс и одновременно не феникс как бы то ни было я горжусь сложные какие протосы ребята а черт побери так военный совет пойдем эррорх мои разведчики отслеживают передвижение золотой арматы так эррор 404 30 рублей через прайер спасибо за стрим и помощь спасибо тебе тетка от 50 гриппу блин так и не сделали чтоб написано это было нигде тогда то они уничтожили каждого тамплиера на нашей базе на лантину они восстали против своих повелителей ведь с ними никогда не обращались как с тамплиерами потому что они роботы созданные чтобы служить канклау ты также относишься к фениксу по-твоему это робот который может только выполнять приказы конечно он превосходит мои ожидания он нечто большее возможно первоначальные чистильщики тебя тоже удивят по крайней мере они могут помочь нам войне если решат стать нашими союзниками я верю феникса и готов рискнуть так здорово бутлнет нет это как раз бутлнет только но бывает иногда не знаю что то там с джимми в гиперионе посидел там что-нибудь принял тогда бывает что и нет и что на этот раз поехали уже хорош базарить чтобы активировать гипрос нам придется вывести из строя генераторы щитов на эндионе вора начинать иерарх поехали здорово разведчик да ну только первую миссию от 6 часов только тут разговоров было на 20 минут все кофе мое заварное хорош гиброс дюрьма чистильщиков счастью армия амуна пока не удалось преодолеть его статистную сеть а где зерки то там и кого мне бить тогда я получил доступ к записям индиона стазисная сеть запечатана сложными запирающими механизмами их может отключить лишь одно устройство так называемый мегалит я сейчас же приступлю к его активации чтобы поскорее отключить стазисную сеть нельзя оставлять его без защиты эти леса просто кишат зергами значит мы их зачистим что там за леса так это иерарх когда-то здесь создавалось самое совершенное оружие в империи аааа я слышал об огромных дальнострельных голосах новичок пока ничего вроде сюжетка посмотрим как они справятся с этими зерками посмотрим чем кончится что право новичок что ли я чуть не понял где посмотреть то где посмотреть сложность кажется вора предупреждать иерархи выходят из этой пещеры мы можем завалить вход выстрелив по камням ваши войска вступили в бой убил Имба какая-то, да? Идет авторизация. Мегалит скоро будет готов к работе. Мы будем отслеживать его состояние и дадим тебе знать, когда он активируется. Так, сейчас, секунду. Где, ты говоришь, сложность здесь показывается? Что-то я не вижу, ни хрена. Ну ладно. Система мегалита скоро активируется. Еще немного, и он будет готов. Так, а кто здесь пусует с мисс? Я улучшил наши заводы, и теперь они могут производить колоссов. Их можно вызвать в любой момент, Ирах. Сюда никуда нельзя больше пройти, походу. Сюда никуда нет. пора мегалит почти готов но нам нужно собрать немалое войско для его защиты не похоже что это база мегалит активирован мы должны защищать его пока он вижется к стазисным узлам я здесь среди теней ваши союзники вступили макро пошло ну ё-моё как быстро саквай блок произошел не хрен вар 50 и хрень очень разумно мегалит достиг первого стазисного узла пока мегалит будет скрыт под поверхностью планеты он безопасности сканеры засекли движение зергов воины не дайте им достигнуть нашего нексуса я я здесь среди теней база атакована что ты предложишь кому-то не потому удалили по моему что мегалит почти закончил с этим стазисным узлом я бы посоветовал тебе подготовиться к следующему этапу отдых я красных шаров могу вызывать да получается сейчас прикольно здесь есть слоны чего-нибудь такое полезное это переманить датчики засекли отключение первого стазисного узла не галит начинает переход к следующему ваше союзники вступили в бой воин пробудился корсара дай пиздец Блин, ну зелки по два раза, что живут, это очень прикольно, я вам скажу. Мы как один, мы, статан, что ты, мы, нас. Впереди каньон сужается, споровики, они окапываются на утесах, готовьтесь к обстрелу. Так, там слоны стоят, я вижу. О, они еще и атакуют, кстати. Не, не надо бить их только. Мегалит почти завершил работу. Скоро он вновь начнет движение. Что ты предложишь? Я. Пустота. Холод. Мои. Я. Что ты предложишь? Нет. Первое силовое ядро захвачено. Переносим его на борт. Стазисный узел отключен. Целостность сети 60%. Мегалит выдвигается к третьей цели. Что? Слона нельзя починить. О, прикол. Ну, и так неинтересно. В первом Старкрафте шарики все могли починить. Ну, параллеву возьмем, хоть я не знаю. Что ты предложишь? Что-нибудь технологичное надо ведь брать. Нам, я, нет, мы не слышим. Улучшение завершено. Враг познает нашу ярость. Ваши союзники вступили в бой. Войн пробудился. Войн аромат. Возвращение завершено. Возвращение завершено загору. Войн аромат. С chutком. Возвращение завершено. Ну, Квина должна слонов вообще убивать. Ну, Квина должна слонов. Ну, Квина должна слонов. Ну, Квина должна слонов. Ну, Квина должна слонов. 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 Блин, на СН3 вот эти амбовы, кстати, их странно, что их не снизу, они же скорость атаки дают. У нас сталкеры носятся под СН3 этой темой. Играет музыка. А, билки? А по себе работают? Неа. По себе не работает. Ах, а от Феникса, да, надо было юзать. Остальное, нахер, не надо. Так, ну что, продолжаем. Зальется, уже залилась, обрабатывается запись первая. Она 9 часов, поэтому она долго может обрабатываться. Но я думаю, что она ночью где-нибудь обработывается. Может, к ночи обработывается. К утру точно. Так. Ну что, военный совет, заходим. Сейчас поговорим. Почему именно Индион выбрал эту планету, на которую должен был вращаться Гибросс? Тысячи лет на нем проводились научные исследования. Сейчас мы кое-что из первого Старкрафта, походу, забили. Здесь уединение от политических дел, чтобы развивать технологии, которые могли бы принести пользу империи. Именно здесь родилась идея Апсиматрица. Когда чистильщиков решили включить, они стали символом величия и опасности технологической мысли. И тогда их решили доставить в эту исследовательскую колонию? Она как нельзя лучше подходила для этой цели. Именно здесь находились наши величайшие ученые, которые постоянно совершенствовали стазисное поле Гибросса. Сколько всего их было на планете? 800 тысяч кхалаев и армия тамплиеров. Надеюсь, их смерть была быстрой. Короче, всех завалили. Ну что? Мы получили доступ к новым роботизированным осадным системам. Иерарх, тебе нужно сделать выбор. Сейчас сделаем. Колосс. Ну, вот то, что или... Стандартный колосс. И... Опустошитель. Вот это уже интересно. Не, ну определенно, какие колоссы. Надо посмотреть, что это. Что-то патроны какие-то слабые. В первом Старкрафте с плюс 25. Там с трех патронов вся гидра легла. А здесь с шести только. Короче, оставляем, конечно, реверков. Чистильщики опасны. Наверное, ты должен понять это сам. Так, кто-то там про юнитов просил рассказать. Мы создали новых роботов по специфике. Короче, зилоты вот... Будем надеяться, что он вылетал нам полностью. Айурский зилот вервиндами крутится, типа. Ну, там дэмэдж небольшой и чарж. Зилот шакуровский, типа, с чаржем и оглушалкой такой вот. Вот. Зилот тампли... Вот этих... Толдоримский. Он просто с чаржем, но у него воскрешение есть, и оно на КД. Вот это вообще крутейшая тема. Сталкер. Сталкер у нас. Просто сталкер с блинком, как бы. Но у него при блинке полей еще 40 восстанавливается за 5 секунд, как бы. Ну, то есть, вообще халява блинкаться. Есть драгоны с первого Старкрафта. Ну, и какие-то безалаберные. Я не знаю, не безалаберные, в смысле, бесполезные. Вот. Неправильно выразился. Ну, вот. Медленные, не намного сильнее, как бы. А там, когда контролишь на блинке жесткие. Есть адепт. Я его вообще ни разу не смотрел пока. Вот. Ну, как мультиплеер адепт. Такой же, насколько я понимаю. Какой-то урон там увеличивается еще, правда, я не знаю. А, первый выстрел с... Или каждый выстрел с удара бьет. Я хрен знает. Короче, я сталкер использую. Имморталы, короче. Имморталы. Вот это... Вот это... Имморталы Талдоримские. Какими-то ракетами они стебают. Сплэшем просто. Ну, вот имбовые, мне кажется, такие. Имморталы... Имморталы Талдоримские. Иммортал Шакуровский. Есть каст, короче. Вот, можно по воздуху и по любой цели можно накастовать. Он 200 демеджа наносит. Ну, там кастовать надо. Ну, и стандартный иммортал с полями, как бы, по земле, который просто тибает. И очень много демеджа поглощает. Там сначала поля поглощают, а потом еще и включается этот каст, короче. Потом Дарк у нас... Вот этот Шакуровский, он прыгает, такую хренью поражает, несколько целей. Типа, как в доте, вот этот огненный герой. Вот. Как я понял. А другие Дарки просто воскрешаются, как бы, Айурские. То есть, погибая, воскрешаются в Даршане. Вот, прикольно. Ну, а Талдоримские, они Майлшторм какой-то кастуют. То есть, ну, там самому надо, кстати, кастуешь, и никто ничего не делает. Вон, видите, ультрал там встал, короче. Ну, я думаю, что вот эти самые крутые. Потом Сентрия. Потом Сентрия. Вот у меня выбрано заряжай, увеличивает скорость атаки передвижения союзников. Вот оранжевая. Может и в пилон трансформируется, вообще прикольно. Есть стандартная почти Сентрия с Гвардианом и лечит, как бы, юнитов своих. Ну, а есть Талдоримская Сентрия. Кстати, Талдоримская Сентрия. Что это такое? Не может атаковать, увеличивает урон, наносимый врагам, повышает дальность атаки союзников, мешает движению наземных войск. Сам не вел, оставим такую. Потом Феникс есть, как бы, стандартный Феникс с поднималкой, сам поднимает по легким дополнительный дэмэдж. И можно Корсар из первого Старкрафт. Но я выбрал Корсар, но пока не делал Корсара ни разу, как бы. Вот. Может какой-то миссии пригодится. Посмотрим. Дальше. Псиштормовик. Так, Шторм восстанавливает 50 щитов. Видимо, КДшится. Вот если кидать своим еще восстанавливает. Вообще халява. Можно в шариках белого слить. Фидбэк. Либо красный шарик, который либо ворует юнит, но ультралов воровать нельзя. Это не очень, на самом деле, не действует на героев ультрала. То есть герои, получается, у нас. Ну и типа то, что друг друга бьет скилл. Ну и Колосс стандартный. Или Ривер, короче говоря. Погнали, короче, дальше. Здесь со всеми я поговорил, в ядре я поговорил. Нет, не поговорил. Твой план сработал, Каракс. Стазисная сеть деактивирована. За дело. Если мы активируем Киброс, он запустит свои защитные протоколы. Очистильщики. Они дремали тысячи лет. И все еще ослаблены на нас. Если они нападут, нам придется сражаться еще и с ними. Мы уже подвели их однажды, не ведая, что мы создали. Пусть это лишь копии, но в них живут настоящие тамплиеры. После длительного общения с Фениксом я готов тебе поверить. Ну, переманка-то на Ультрала должна действовать. Просто вот в чем прикол. Киброс не сможет долго противостоять зергам. Нужно действовать быстро и попробовать спасти чистильщиков. Ответь мне честно, Феникс. Ты веришь в то, что чистильщики согласятся нам помочь? Не знаю. Наверное, их переполняет гнев. Обида за то, как поступили с ними наши предки. Делаамы — это не конклав. И сегодня мы едины, как никогда прежде. А этому чистильщики должны получить право самим выбирать свою судьбу. В отсутствие свободы народом можно управлять, но при этом он никогда не будет единым. Ты прав. Но сегодня перворожденным не нужен еще один враг. Я верю, что твои действия позволят нам избежать его появления. От твоих действий зависит будущее всех тамплиеров, и чистильщиков. Но сейчас настало время действовать, иерарх. Нас ждет нелегкий путь, но его не избежать. Спасибо тебе, друг. Так. Прокачиваем здесь все просто-напросто. Здесь со всеми поговорил. С этим надо. Полагаю, ты хочешь подчинить этих механических воинов своей воле? Они будут свободны, как и Феникс. Так. Пошлая попытка сделать из них рабов привела к восстанию. О! Ты испытываешь мое терпение своим наивным идеализмом. Идеализмом? А не копией наших величайших воителей. Мы собираемся освободить твой народ от Малаша, а ты хочешь поработить мой? В свободе кроется слабость. Я свергну Малаша и спасу соплеменников от гибели, но свободными им не быть. Все то ударимы будут служить мне. Свобода это миф, который сильные придумали для слабых. Хитрецы говоришь, как пользователь Казмин подчеркивания СТБ активировал премиум на ваш канал. свою точку зрения. Сделай этого робота Феникса новым вершителем среди чистильщиков. Пусть они исполнят свое предназначение, став идеальным оружием. Теперь, когда стазисная сеть отключена, зерги начали заражать поверхность Киброса. Мы должны действовать быстро, если хотим спасти чистильщиков. Тамблиеры готовы, иерарх. И ждут лишь твоих приказаний. Так, ну что, погнали. Наконец-таки. Кузьмин, СПБ, спасибо за премиум подписку. архивы. Архивы не обманули. эту битву, нам понадобится помощь чистильщиков. Действительно. Судя по планам станции, система энергоснабжения Киброса состоит из четырех секторов. Каждый из них запечатан тремя нулевыми схемами. Если уничтожить все схемы в секторе, его питание восстановится, и задержащиеся в нем чистильщики пробудятся. Мы должны охранять матрицу ядра. Если зерги ее уничтожат, пойдет и Киброс. на течь. Играть не тяжело. Хотя все новенькое. Поехали. Даруй мне. Иерарх, мы должны найти нулевые схемы как можно скорее. Выступаем. Орданис, возле ядра есть несколько отключенных от питания пушек. Если дополнительно укрепить эту позицию, мы сможем выстоять во имя цепи вознесения. Вот она нулевая схема. Уничтожим ее и ток энергии восстановится. Я буду сражаться. Грин, они такими дают штуками. Мы возродились. даруи даруи Отправь меня в бой. перезвоню. ребят. Перезвоню, попозже звонят мне там. Так, пошло макро конкретное. Минералов правда не хватает что-то. Зерги готовятся к нападению на матрицу ядра. Воины, защищайте ее. они рано там они нападают. Хрена он имбовый короче. А нахрен колоссы какие-то вообще нужны. одних этих эморфов по-моему достаточно для всего. их мы под двустом просто построим побольше. Я что-то и не думал что он такой конкретный этот эморфов. На уробу просто наклепаем сейчас да и все. Только ресурс ух нихрена. Выступаем. Мы должны уничтожить люлевые схемы. Чисточики свяжут зергов боем и замедлят их продвижению к ядру. Блин, я третий газ вообще не заметил, ребят. близится наш час. Я засек самостоятельное пробуждение чистящика. Погоди, что-то не так. Его матрица поведения неисправна. Его салоритовая матрица памяти стала нестабильной и это необратимо. Его нужно отключить. По крайней мере, мы сможем использовать его салорит. Креном быстро ползающий. стаи зерков адаптируются к нашим действиям. Они начали защищать нулевые схемы. шутся наш час. Шутся Взерпи нападают с северо-востока. Они пытаются прорваться к нашему Нексусу. Так, упал стрим, что ли, ребят? Пробуйте F5. Так, у меня всё идёт, вроде должно всё идти. Кроме премиумов, работают у кого-нибудь? Скажите мне, пожалуйста, что-нибудь. Обновляйтесь, ребят, по-другому никак, я так понимаю. Так, короче, главное лежит. Говорят, ну, сейчас подождём, может что-нибудь наладится. Я не знаю, что там за хрень происходит. Так, короче. Короче, ждём, ребят, чего-нибудь. Я не знаю, что мы там ждём, правда. Всё. 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 Так, ребят. Ничего, так и не поднялось ничего. Так, вроде главная поднялась. Я не уверен, что, конечно, пойдёт что-то. Да, у меня и самого ничего не идёт. Так, ребят. Так, ну что, мне теперь пап. Короче, никакой информации нет. Участия гуфанулась, участия нет. Сейчас я стоп-старт, пожалуй, сделаю. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова